Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня я готовлю вкусное пирожное. Это школьное пирожное с кальвадосом. Обалденный кальвадос из настоящего яблочного сока. Я его сделал сам. Он выдержан на дубовой щепе. Мой рецепт почти полностью повторяет рецепт Ирины Хлебниковой, потому что и она, и я работаем по одной и той же литературе. Это литература для пищевого производства. Но мне очень нравится мое дополнение, потому что в школьном пирожном будет прекрасный и ароматный кальвадос. Для того, чтобы сделать тесто для школьного пирожного, я использую маргарин. Но это не простой маргарин, а домашний маргарин. Я его делаю сам. Ссылочка, как приготовить маргарин в домашних условиях, вот здесь. Еще одна ссылочка, как приготовить маргарин вторым способом. Я приготовил маргарин. Теперь мы туда добавляем яйца, муку и делаем замес. Так как маргарин свежий, из натуральных продуктов, поэтому он хранится очень короткое время. Поэтому я сделаю тесто побольше и часть заготовок раскатаю и заморожу. Тогда в любое время, как только мы захотим скушать вкусное пирожное, или какую-то заготовку из песочного теста, я достану это тесто из морозильника, положу в духовку и сразу получится прекрасная заготовка. Готовим тесто. Сейчас я добавляю в маргарин яйцо. Немножко взбиваю. Добавляю сахар и делаем быстрый замес муки. В рецептуре школьного пирожного присутствует и разрыхлитель. Разрыхлитель я тоже делаю сам. Смотрите рецепт разрыхлителя в моих видео. Пока яйцо взбивается с маргарином, я добавляю разрыхлитель в муку с крахмалом. Тщательно это все перемешиваю и просеиваю. Таким образом я еще раз всем говорю, что просеивание муки это очень важный этап. Вот такая текстура получилась у маргарина с яйцами и сахаром. Очень нежная. Замес происходит очень быстро, чтобы не развить клейковину в тесте. Присыпаю тесто на стол. Я взял кулинарный скребок и вот так аккуратно еще легонечко домешу тесто. Легонько перемешиваю именно кулинарным скребком для того, чтобы не продолжать нагрев тесто. Сама консистенция у теста прекрасная. Вы видите, она рассыпчатая. Конечно, с ним пока работать еще нельзя, потому что тесто теплое. Как только оно остынет, а учитывая, что маргарин сделан на основе бараньего жира, то бараньий жир застынет и тесто будет приятно пластичное. Я смогу его замечательно раскатывать. Вот я его кладу на целлофан, округляю и в холод на часок. Я округлил тесто, оно в пищевой пленке. Делаю его вот так, приплюснутым, чтобы оно быстрее остыло и в холод. Пока тесто охлаждается в холодильнике, я приготовлю помаду для глазирования пирожных. Для приготовления помады нужно по рецепту сахар, вода и лимонная кислота. Мы растворяем сахар в воде, добавляем лимонную кислоту, нагреваем до температуры 115-117 градусов и очень быстро охлаждаем. Я подумал, ведь это же готовый инвертный сироп, который у меня есть и я его специально сделал заранее. Поэтому сейчас я проведу эксперимент. Я беру свой инвертный сироп или инвертный сахар, вот он, нагреваю его, проверяю температуру кипения, быстро шоково охлаждаем до температуры 40 градусов и взбиваем. Пробуем. Инвертный сироп уже кипит. Инвертный сироп я быстро охладил до температуры 40 градусов. Беру маленький ручной миксер и взбиваю помаду. Помаду я приготовил. Она кремового цвета, потому что сам инвертный сироп у меня был желтый. Способ работает. В любом случае, я буду эту помаду делать шоколадной, поэтому ее не будет видно. Сейчас я ее накрываю целлофаном, чтобы на ней не образовывалась корочка, и ставлю в холодильник, чтобы она отдохнула хотя бы полсуток. Друзья, я сделал помаду для школьного пирожного из инвертного сиропа, и она не получилась. Поэтому сейчас я делаю помаду из сахара и воды. Для этого я беру сахар и воду. Нагреваю до 111 градусов, и всыпаю сюда лимонную кислоту. Лимонная кислота добавлена 0,1% от веса сахара и воды. Сироп прогрелся до температуры 120 градусов, даже немножко больше. Я его резко охлаждаю. Сироп для сахарной помады остылся до температуры 40 градусов, и я его начинаю взбивать. Тесто для школьного пирожного пролежало в холодильнике сутки. Сейчас я приступаю к разделке. Я разделил тесто на 4 одинаковые части. Каждая часть весом 309 грамм. Я буду раскатывать сразу на пергаменте, но через пленку, в которую тесто было завернуто, для того, чтобы не прилипало тесто к скалке. Духовка разогревается на максимум. Максимум моей духовки это 210 градусов. Раскатывать тестовую заготовку я буду до толщины 5 мм. Так как противень у меня круглый, то форма заготовки будет тоже круглая. Прекрасные заготовки для школьного пирожного уже испеклись и остыли. Толщина их 6-7 мм. Они очень нежные и хрупкие. Для того, чтобы они не ломались, нужно снимать их с пергаментной бумаги, уже когда они полностью остынут. Пирожное я буду прослаивать вот таким прекрасным абрикосовым вареньем. Оно уже почти полностью измельченное. И сюда же я добавлю пару чайных ложечек, а, пожалуй, лучше десертных, прекрасного, ароматного кальвадоса. Вот так. Размешиваем. Это очень яркий аромат хорошего абрикосового варенья и домашнего яблочного кальвадоса, который выдержан на дубовой щепе. Обалденный продукт, в смысле кальвадос. Его можно именно дегустировать без всяких закусок. Но я его использую именно для кондитерского производства, потому что он настолько хорош, что с успехом заменяет самые дорогие сорта коньяков. Нужно беречь. Сочная прослойка для школьного пирожного уже готова. Я равномерно распределяю абрикосовое варенье или абрикосовый джем по всей поверхности. Накрываем вторым слоем. Вот так. И идем за помадой для школьного пирожного. Помада для школьного пирожного отдохнула в холодильнике ночь. Сейчас я нагреваю до температуры 50 градусов. Я сюда высыпаю в чайную ложку какао-порошка. Какао-порошок обязательно нужно высыпать через ситечко, чтобы все комочки разошлись. Очень яркий запах шоколада, потому что какао настоящее. Оно придает обалденный вкус глазури, которая будет покрывать сверху школьное пирожное с кальвадосом. Теперь в помаду добавляю в чайную ложку кальвадоса. Выливаем всю помаду на пирожное и равномерно наносим ее шпателем по всей поверхности. Помадка уже на школьном пирожном. Дадим ей застыть. После этого нарезаем пирожное и кушаем. Школьное пирожное с кальвадосом уже готово. Я начинаю его кушать. Помада прекрасно блестит. Пирожные отличные. Песочная основа прекрасно подошла. Аромат. Аромат классический. Такой, какой должен быть школьное пирожное. Отличное песочное тесто. Мягенькое. Помада почти без запаха. Тонкий аромат какао. Кальвадоса пока тоже не слышно. Это прекрасное классическое школьное пирожное. Такое, какое мы привыкли его видеть. Очень нежное, рассыпчатое. Абрикосовый джем прекрасно дополняет вкус пирожного. Помадка обалденная. Здесь ничего нельзя ни добавить, ни уменьшить. Оно восхитительно. Кальвадоса, естественно, почти не слышно, но он есть. И когда мы будем его кушать уже не торопясь, конечно, мы услышим и нотки кальвадоса, и нотки какао, и рассыпчатое песочное тесто. Здесь, я еще раз напомню, мой домашний маргарин, который я делаю сам. Лучше всего, когда мы делаем маргарин сами. Пирожное отличное. Мне очень нравится. Все, кого я угощаю, очень довольны. Друзья, пишите, что вы думаете о этом рецепте. Ставьте лайки, если вам понравилось это видео. Подписывайтесь на мой канал. Ссылочка подписаться вот здесь. Вот здесь колокольчик. Нажимайте на колокольчик и вы будете всегда в курсе всех новых видео на моем канале. Всем приятного аппетита и помните, кухня это самое спокойное место. Всем пока!